Иван Соснин Иван Соснин Это так называемый киноальмонах, который мы снимали примерно два года Поэтому он же частично выходил уже Он частично выходил, да Снимали в течение двух лет, порционно выкладывая короткометражки в интернет Снимали у нас партнерство с дядей Ваня фильмкомпанией И некоторые фильмы у нас участвовали на кинофестивалях различных, что-то выигрывали И где-то в фильме на третьем мы решили, что все истории в принципе объединены общей философией Почему бы их не соединить в полный метр Нашли общую линию, общую идею Это философия железной дороги И решили объединить их с помощью железной дороги Потому что плацкартный вагон, который едет по России Он как бы такой срез российского общества Это такая маленькая Россия на колесах И все герои, которые представлены в короткометражках Так или иначе связаны с этим плацкартным вагоном Иван, о кино, конечно, здорово говорить Но еще лучше кино смотреть Поэтому давайте покажем Первый полный метр Екатеринбуржца Ивана Соснина выходит на экраны Картина «Иван и помнящие Роство» объединила короткометражки режиссера Первая из них «Гудбай Америка» вышла в 2017 году В главных ролях Петр Добронравов, Кирилл Киро, а также Алексей Серебряков Короткометражный фильм «Интервью», в котором он сыграл главную роль Получил диплом критиков на Кинотавре Пять картин режиссер решил объединить с типичным сюжетом Главный герой, выхтовик Иван Юрьевич Едет в поезде и рассказывает истории своих попутчиков Премьера фильма «Иван и помнящий Родство» состоится 27 августа в Москве В студии продюсер фильма Яна Шмайлова Руководитель отдела продакшн в агентстве «Ред Пепперс Фильм» Продюсер всех картин режиссера Ивана Соснина Яна, здравствуйте Добрый вечер Как тяжело или наоборот, как просто было договариваться с медийными персонами С именитыми артистами Как легко они шли на контакт Мне кажется, есть у них некая такая капризная даже местами избирательность Касательно материала Да, достаточно, на самом деле, нам было достаточно легко Потому что актеры очень позитивно реагировали на сценарий Им очень нравились идеи, очень нравились сценарии И мы договаривались просто Даже Алексею, мы сначала ему отправили сценарий И он практически сразу нам ответил Ответил нам на почту Сказал, что ему понравилась история, ему понравился сценарий в первую очередь И он готов принять участие в проекте Как здорово Да Потом, как вам удалось договориться с кинотеатром «Октябрь» на Новом Арбате, где пройдет премьера? Спецпоказы пройдут в КАРО, в КАРО «Октябрь» пройдет премьера И, на самом деле, у нас еще будут встречи с другими дистрибьюторами Потому что пока что у нас будет три кинотеатра И дальше у нас будут встречи с другими дистрибьюторами Которые также заинтересованы в фильме И мы рассчитываем на больший прокат Они заинтересованы Просто мне кажется, вообще, в принципе, Россия, как вот такая вот обладательница своей киноиндустрии Она слаба в этом смысле То есть нет каких-то прямо отработанных каналов продвижения Нет прямо группы людей, которые выискивают интересный материал, чтобы его запускать Что тут какие-то стены все время, в которые приходится долбиться Или, наоборот, пустота, когда ничего нет и непонятно, за что хвататься Давай вам дадим возможность ответить Да на самом деле нет, есть И когда мы начали выкладывать короткометражки Нам уже начали поступать различные предложения о спецпоказах и так далее И сейчас мне продолжают писать И предлагают сделать уже в Красноярске, в Самаре специальные показы фильмов Поэтому, в принципе, никаких стен нет Тут главное, насколько ты активен, насколько пробивной И нам, как удалось договориться с КОРО и с Октябрем Потому что это центральный принцип кинотеатра Москвы Где недавно Карантина презентовал свой фильм Просто у нас вот как раз-таки партнер Гельмира, которая работает в Дяне Иване в фильм Она ходила, стучалась в все двери И говорю, возьмите фильм Посмотрите классный фильм На фильм все очень хорошо реагируют Поэтому, в принципе, опять же, это было не очень сложно Когда есть хороший продукт, который не стыдно показать И тем более у нас нет желания заработать на этом продукте У нас есть желание показать это людям На него кинотеатры хорошо реагируют Но спецпоказ это все-таки не полноценный выход фильма Который уходит в ротацию На него продаются билеты Он стоит в прайм-таймах в кинотеатрах Это же немножко другая схема Это более фестивальный формат получается Пока да, мы делаем несколько спецпоказов Приглашаем туда наших партнеров Приглашаем туда прокатчиков уже больших Которые могут нам дать огромный прокат по всей стране И после этого будем договариваться Я думаю, что мы точно сделаем так или иначе прокат Запустим его по регионам Но для этого нам нужно сделать несколько спецпоказов в Москве Как правило, еще не заканчивая Еще даже не закончилась эта работа Мне кажется, у вас уже появились дальнейшие мысли Планы наполеоновские, грандиозные Можно ли их сейчас озвучивать? Есть ли они? Связанные с этим кино Нет, не с этим, со следующим Уже следующая работа назрела Нет, конечно есть Мы, я лично и наша компания Сейчас пишет несколько сценариев Мы делаем параллельно сценарий полного метра Уже состоящий в несколькометражек от цельного полного метра Есть несколько сценариев сериалов Которые мы сейчас пытаемся продать телеканалам Ходим с ними, стучимся везде Поэтому планов много Планы большие И на самом деле у этого проекта тоже есть продолжение И мы осенью снимаем еще несколько короткометражных фильмов о Иванах Давайте чуть-чуть расскажем подробнее о фильме У нас несколько минут остается Ну что, как это сюжет? Философия железной дороги, понятно Ну вообще, про что этот фильм? Есть ли у него какая-то единая сюжетная линия? Кто бы его посмотрел с большим интересом? Кому бы он прям попал в душу? Ну на самом деле, мне кажется, что он должен понравиться многим Я надеюсь на это Вообще, фильм про Россию, про какие-то камерные истории людей Он очень добрый, светлый, я бы сказала Местами драматичный Но, в принципе, впечатление о нем Ну, насколько у нас уже есть обратная связь Остается очень положительное и светлое А что вы хотели донести этим фильмам до зрителя? Какая такая главная мысль, которую после фильма ты начинаешь понимать? Если в общем У каждого фильма, конечно, своя главная мысль Но если в целом то, что Нас окружают очень классные истории Не обязательно, чтобы услышать эту историю Или увидеть, или написать сценарий Нужно смотреть куда-то за горизонт Смотреть на Голливуд В России вообще у людей, которые живут вокруг нас Очень много хороших историй Вообще эти сами люди уникальные Каждый из них герой И про каждого можно снимать кино И мы вот хотели рассказать об этом То, что рядом с нами живут герои Которых мы не замечаем часто Но про каждого из этих людей можно снять полноценный фильм Екатеринбуржцы-то каким-то образом когда-нибудь смогут посмотреть это кино? Конечно Мы сделаем все, чтобы его показали в кинотеатрах в Екатеринбурге Мы просто будем с нетерпением ждать Нет, мы точно покажем Мы тоже сделаем какой-то спецпоказ А потом, может быть, пустим прокат Но сейчас главное запуститься с одним кинотеатром А дальше посмотрим Ребята, большие молодцы, дальнейших успехов И приходите еще к нам в эфир Когда будут новые награды и новые фильмы Мы же продолжим сразу после короткой рекламы У нас в студии будет семья Которые объехали всю Европу на велосипедах